всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня паста очень быстрый рецепт если у вас есть конечно в наличии заблаговременно подготовленный биск постоянные зрители канала уже обратили внимание что я очень часто в своих рецептах используют заготовки а именно различные концентраты бульонов но до сих пор речь шла о мясных бульонах ну либо бульонах из птицы сегодня собираюсь использовать креветочный так как сегодняшний рецепт далеко не единственный как вы уже вероятно догадались в котором можно использовать такой вот концентрат то чтобы не грузить вас лишней информацией креветочный биск я готовил в отдельном выпуске если вы его случайно пропустили то щелкать сюда и смотрите ну или заглянуть в описании видео ссылку там размещу но если вы уже видели этот ролик и даже уже успели приготовить этот биск заранее молодцы приступим в первую очередь надо очистить и раздавить 3-4 зубчика чеснока резать не обязательно больше того скажу если у вас есть заначки бутылочка оливкового масла ароматизированную чесноком используйте чеснок оливковое масло кстати холодного отжима экстра виржин все хорошенько перемешать с креветками пусть полежат и наберутся в себя хорошенько ароматов оливкового масла и чеснока а я тем временем займусь соусом мне понадобится одна маленькая луковичка лучше всего подойдет шалот он более мягкий вкус имеет сковородку отолью немного масла с креветок она уже хоть немного но пропиталась ароматами чеснока и к маслу отправляется лук огонь не сильный надо чтобы лук только начал становиться прозрачным а я рублю буквально парочку листиков мяты сворачиваю трубочкой и режу конечно мята совсем не обязательный ингредиент но как раз из таких вот маленьких ноток и складывается потом тот аккорд который заставляет звучать все блюдо лук уже почти прозрачный мята и чуть-чуть белого сухого вина сейчас она немного упарится а лук приобретет такую легкую виноградную кислинку а я тем временем ставлю кипятиться воду для посты для сегодняшнего рецепта как мне кажется лучше всего подойдет какая-нибудь короткая паста ну которая по размеру сочетается с креветками пенни пенни регаты но это перышки или перышки с ребрышками такими или фузели как у меня вино почти выкипело добавлю креветок без чеснока пусть они чуть-чуть прихватятся запахи вам доложу великолепные вода закипела посолю и выкладываю пасту кипение должно быть сильным каждом ролике про пасту я как попугай говорю что варить ее надо до состояния аль денте то есть на зубок только в этом случае паста в конце приготовления сможет в себя впитать соус они воду из этой кастрюли сам уже устал от этих бесконечных повторений честное слово но стоит один раз подобную штуку не упомянуть так тут же в комментах появляются но видимо новички на кухне с вопросами поэтому вы уж потерпите креветки прихватились добавляю сливок сейчас они закипят убавлю огонь и начну доводить до вкуса вот смотрите легкое кипение они сливки начнут загущаться а тут я как раз со своим диском креветочным концентрированным бульоном сколько вам его понадобится неизвестно может быть столовая ложка может быть 10 все зависит от сконцентрированности вкуса в нем пробуйте как соус загустился пробуйте его и добавляйте пряности по вкусу я вот положу чуть-чуть зеленого перца а солить надо в самом конце иначе очень легко промазать соленостью соус то будет еще упариваться паста сварилась отберу кружечку водички чтобы густоту соуса потом этой водой отрегулировать а вот сейчас соус как раз таки и посолю чуть-чуть вот так перемешаю пасту отброшу на дуршлаг почти все готово смешиваю сейчас соус начнет активно впитываться в пасту и сильно загустеет и эту излишнюю густоту я отрегулирую вот этой вот водой в которой варилась паста красота немного петрушки немного лимонной цедры ну вот так наверное и можно есть сразу тощу креветочку это классная креветка пропитанная легким ароматом чеснока но над всем этим вкусом над ароматом оливкового чеснока над ароматом оливковым маслом давлеет такая мягкая кремовая сладость этого соуса фузелину дачу вообще фузелин в переводе с итальянского это пружинки насколько я помню формат пасты по большому счету здесь не очень важен главное чтобы он достаточно хорошо удерживал этот довольно таки жидкий соус и еще хочу сказать да конечно этот соус может приготовить без лимонной цедры без мяты без петрушки даже без этого самого концентрированного бульона без биска но тогда это блюдо и близко не будет настолько яркая насколько она яркая сейчас потому что вся идея использования вот этих самых концентратов как раз таки в их прошу прощения за цитологию концентрированности это классно поэтому не ленитесь готовьтесь биска вот и все на сегодня понравилось лучший способ сказать спасибо нажать на кнопочку поделиться и сделать репост этого видео у себя в соцсетях спасибо за компанию всем пока